Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые слушатели Директ-Академии! Я вас рад приветствовать на нашем предпоследнем в этом учебном году вебинаре, который проведет Татьяна Телегина. Наш постоянный спикер. Перед тем, как начать наш вебинар, я, как всегда, хотел бы вас ознакомить с теми ссылками, которые расположил в чате. Наша первая ссылка ведет на наш сайт, на его главную страницу, где можно... Да, сейчас одну минутку. Да, вполне возможно, вы знаете, ночью, к сожалению, к моему великому сожалению, у нас не перезапустили сервер. Ну, надеюсь, вы сохраните наши ссылочки. Мне очень жаль, что они у нас не работают, но сохраните где-то. У нас ночью, видимо, повис сервер, и до сих пор его не перегрузили. Да, вот как раз вижу, мне пишут наши доблестные техподдержки о том, что они вот в настоящий момент как раз занимаются восстановлением нашего сервера. Надеюсь, к концу нашего вебинара восстановят. Тем не менее, я все-таки скажу про наши ссылки. Итак, первый из них ведет на наше расписание, где вы сможете зарегистрироваться на все вебинары до конца учебного года нашего, до июня месяца. Вторая ссылка. Вот эта ссылка точно будет работать. Она ведет на наш видеоканал на YouTube, где в том числе будет располагаться и наша нынешняя запись, запись нынешнего вебинара. Вот, а всего там уже около 400 записей вебинаров хранится у нас. Такая вот огромная база данных, база знаний. Третья ссылка ведет на страницу курсов Директ Академии. И, наконец, четвертая на страницу выдачи сертификатов. И я хотел бы проанонсировать вебинары, следующие три вебинара. Один из них состоится уже прямо завтра. Это будет, можно сказать, новогодний вебинар. Ну, а два других пройдут уже в новом году. Итак, завтра все приходим на вебинар Любови Крашенинниковой. Навигатор по российским и региональным образовательным платформам для преподавателя и автора. А вот эти ссылки должны точно работать. Они ведут мимо нашего сайта Директ Академия. Следующий вебинар состоится уже 9 января. Да, и кому как не провести самый первый вебинар после Нового года, как мне. Нам вебинар будет называться «Университетская библиотека онлайн. Новые идеи для нового семестра». Я надеюсь, что несмотря на такой ранний срок проведения вебинаров, я имею в виду не по времени, а по дате, время всех вебинаров 12.00, вы ко мне заглянете. Ну и, наконец, с 10 числа, уже, надеюсь, в более-менее рабочей обстановке, приходите на мой вебинар, который называется «Медийная грамотность библиотеки аудитории офисе». Или «Что мне делать с этими файлами?». Вебинар про контентную и медийную грамотность, про то, как организовать работу с разными форматами файлов и что с этим вообще совсем делать. Вот. Я надеюсь, что этот вебинар будет началом курса, который я задумал провести, но об этом, впрочем, на самом вебинаре расскажу. Что ж, у меня все. Я передаю слово Татьяне для проведения сегодняшнего вебинара. Сам остаюсь с вами в чате. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, Павел Юрьевич. Спасибо. за переданное слово. В свою очередь хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, в начале нашего вебинара. Надеюсь, предновогоднее настроение уже присутствует, несмотря на то, что рабочие дни еще продолжаются. Для начала давайте, чтобы войти в ритм вебинара, проверим связь, хорошо ли меня видно, слышно, видно ли рабочий стол. По традиции, плюсики ставим в чат. Я пока скажу про ресурсы. Значит, презентация в ресурсы подгрузилась, можно, можно ее скачать. Такая новогодняя у нас сегодня презентация. Немножко не в, отошла от формального стиля подачи информации. Презентацию можно скачать из папочки ресурсы. И, ну, наверное, все. Звук. Любовь Вениаминовна, не знаю. Если, если эхо, попробую чуть-чуть потише сделать. Да, вот так, вот так потише чуть могу сделать. Дальше, дальше не знаю. И сегодняшняя наша с вами тема связана с, ну, такая немножко, может быть, скучная, библионетрия. В качестве названия я закавычила, поставила, это не мое определение, это название статьи. А, немножко фонет. Да, ну, коллеги, если сильно будет фонить, давайте знать в чат. К названию. Не, не, ничего не трогай. Ничего не трогай, Павел Юрьевич. К названию. Название, мне понравилось это название статьи. Ну, действительно, в последнее время ситуация складывается именно вот таким образом. Библионетрия становится оружием массового цитирования. Да, вот о плюсах и минусах мы сегодня как раз поговорим, когда будем говорить о показателях и посмотрим, в чем же преимущество и в чем недостатки этого. Подхода. И начнем мы с вами из того, что нас ждет в течение вебинара. Ну, вот пять такой новогодний библиометрический набор вопросов, которые мы постараемся сегодня рассмотреть. Определение понятия, разные учености, объект, предмет, методы, все как положено. Немножко про историю, откуда есть пошло вообще библиометрия. Сам термин. Поговорим о показателях. И пятый вопрос, там плюсы и минусы, мы рассмотрим как раз в связи, в связке с четвертым вопросом, наверное, одновременно будем рассматривать, не выделяя их в отдельный. Итак, что такое библиометрия? Ну, в качестве такого основного определения понятия принято брать определение, данное Причардом, в его статье «Статистическая библиография» или «Библиометрия» в 1969 году. Ну, в общем-то, этот год и принято считать таким годом введения в научный оборот этого термина. Хотя это немножко не так. Чуть попозже к истории подойдем, я вам покажу, что этот термин использовался еще раньше. Вот он дает такое определение, что такое библиометрия. Это использование математических, статистических методов книгам и другим средствам коммуникации. Но однозначно есть и другие трактовки этого определения понятия. И однозначной трактовки на данный момент такой-то общепринятой не существует. Но больше цитирует Причардом. То же самое существует и в области определения объекта и предмета библиометрии. Одни склонны видеть предметом, вот как Лазарев, например, предметом документ, другие количественные закономерности, Воверне, например, в своей работе библиометрия, структурная часть методологии информации. Но все больше исследователей приходят к мнению, что все-таки в качестве объекта должен выступать документ, а предметом должны являться закономерности и его функционирование, его развитие. Та же самая история существует и в области определения методов библиометрии. Существует разночтение и здесь, и в трактовке методов. В сущности-то сами приемы библиометрии хорошо известны, но вот четкой такой единой классификации по единым критериям, к сожалению, тоже пока нет. Круг методов, которые используются, частично было систематизировано в работах того же Причарда, Воверне, Виттинга, Лазарева. И в 1981 году вот этот перечень методов, которые относятся к библиометрическим, в 1981 году дали как раз Причард и Виттинг. Ну, список здесь есть на слайде. Конечно, этот перечень является на сегодняшний день считается одним из наиболее полных, но не исчерпывающий, естественно. А вот дальше на основе этой концепции в результате анализа пошли предложения других групп методов. Вот, например, Лазарев на концепции Причарда и Виттинга представил вот такой комплекс библиометрических методов, куда добавил еще отдельное анкетирование, контент-анализ и подобные методы. Свою классификацию предлагала Павловская в работе информационные методы оценки тенденций и развития научных направлений. Там вообще три группы она выделяет. Это методы количественной оценки элементов документального информационного потока, методы цитатного и лексического анализа. Так, сейчас я посмотрю, есть ли у нас ссылка на эту работу. Так, ее нет. Ссылку на источник я вам сейчас... Я вам сейчас постараюсь в чат скинуть. Кому интересна эта тема, можно будет потом обратиться к первоисточнику. И еще одна классификация, предложена Редькиной. Взяв за основу классификации библиометрических методов, было выделено также три группы. методы анализа количественных характеристик первичных и вторичных источников и методы анализа цитирования. Вот основные три группы методов, которые относятся к библиометрическим. Идет такая тенденция, если посмотреть по развитию определения методов библиометрии, тенденция к уменьшению, наверное, количества групп методов и выделения в основном трех, максимум четырех групп. Ну, почему это происходит? В разнообразных вот этих основных методах нетрудно выделить основные, повторяющиеся, такие устойчивые, наверное, элементы, к которым прежде всего и относятся вот эти три анализа количественных характеристик первичных, вторичных документов и цитирования. Ну, вот, видимо, поэтому. И на сегодняшний день ситуация такова, что, опять же, нет согласия. В друзьях опять согласия нет. Одни исследователи придерживаются позиции, что это библиометрические методы, другие относят их к разряду наукометрических и информетрических. И определение, в общем-то, это связано, скорее всего, с тем, что существует много определений вот этих метрий измерений, и библиометрию очень часто относят к более широкой области информетрии, и, естественно, она включает в себя эти методы. Ну, вот одно из определений информетрии, где упоминается библиометрия и наукометрия, было дано Эггам в 2005 году. Вообще, вот этих определений и понятий очень много, метрий много, которые работают и с документным потоком, и с информационными потоками, и занимаются исследованиями цитирования и прочее. Они очень близки, они очень похожи, но в то же время это не синонимы. Это совершенно разные понятия, и объекты, предмет, направление исследования, они могут у них пересекаться, но в то же время они имеют и свои различия. Ну, пройдемся, посмотрим, что вообще за богатство нам предлагается, с каким богатством мы имеем дело. Наукометрия. Сейчас я попробую взять карандашик. Наукометрия. Термин предложен Прайсом и Берновым в 1939 году и Налимовым в 1969, если говорить о наших исследователях. Объект исследования здесь научные тексты, и в процессе исследований измеряется количество и качество публикаций. Цитирование, библиографические ссылки, объем текстов. На сегодняшний день такой базовый объект исследования – это все-таки индекс цитирование. Занимается это направление статистическими исследованиями структуры, динамики, потоков научной информации, и во многом, очень много заимствует из методов библиометрии. Вот поэтому здесь по методам идет такая очень хорошая связка между этими двумя направлениями исследования. В наукометрии применяется ряд индексов. Количество ссылок на журнал, количество ссылок на журнал, деленное на количество содержащихся публикаций, и предполагает, что анализ данных этих параметров позволит судить об актуальности, о перспективности различных научных направлений. И распределение авторов по количеству публикаций дает возможность выявлять их продуктивность. По большому счету определяет ранг ученого, его значимость. Это из позитивного. Но опять же, здесь в основном упор делается на количественные методы, а качественные, к сожалению, не учитываются, потому что заимствование методов исследований идет из библиометрии. А вот библиометрия, это термин, который считается, что ввел Причард в 1969 году, определил ее как область знания, занимающаяся анализом библиографических данных, и чем занимается библиометрия. Это анализ распределения публикаций по времени, областям знания, по различным критериям, там и география, и тематика журналов. Что позволяет она сделать? Выявить связи между объектами, провести их классификацию. И такой статистический анализ публикации и их цитирование позволяет выявлять закономерности, темпы развития различных отраслей знаний, в их взаимосвязи, прослеживать их эволюцию. Объектом исследования здесь выступает документ, публикации. Часто они группируются по различным признакам. Там тематическая рубрика, по автору, по стране, по журналу. И библиометрия – это количественные исследования, при которых используются большие массивы информации, вот те самые индексы цитирования. И измеряются параметры определенной части документального потока, и появляются тенденции всего документального потока в целом. Еще один термин, который близко-близко к нам – это информетрия. Он появился позже, в 1979 году. Его предложил НАК, и в 1988 – Горькова, это из наших следователей. В качестве объекта информетрии – это количественные характеристики информации. Измерение количественных характеристик информации. И вот здесь – это та область, которая включила в себя и библиометрию, и вебометрию, наукометрию и киберметрию. Вот они являются, считается, что они являются составными частями, вошли в это более широкое понятие информетрия. И инфрометрию можно определить как дисциплину, предметом которой являются количественные измерения хранимой и используемой информации. Здесь применяются математические методы, мат-статистика, например, в первую очередь, методы информатики, социометрии и других наук. Результаты этих исследований используются в целом ряде дисциплин. В социологии, в социологических науках, в области планирования, финансирования, организации библиотечного дела и так далее. Более новый термин, который появился следующий, если так смотреть по времени появления, это середина 90-х годов, это киберметрия. Объект исследования, это любая информация, хранимая в электронном виде, что изучает киберметрия. Природу и характеристики веб-страниц. И опять же, с помощью методов библиометрии отражает новые возможности по обработке информации, хранимой в электронном виде, ее визуализации. И киберметрия считается, что она дала такой новый импульс развитию информетрии и наукометрии. И появление баз данных и компьютерных методов анализа хранимой информации позволило ввести ряд новых количественных критериев для оценки состояния и науки, и отдельных ее областей, и оценивать вклад различных стран, организаций в процесс развития. И один из самых последних из терминов, которые появились, метрий видов измерений, это вебометрия. Про нее чуть попозже будем говорить на одном из следующих вебинаров. Это термин 1997 года. Вели его Алменты и Ингверсы. Здесь объектом являются информационные ресурсы, структуры, технологии, применительно к всемирной сети, к всемирной паутине. И сюда включаются такие направления, как, например, анализ социальных феноменов веб, разработка и использование веб-индикаторов. И вебометрия появилась одной из, термин появился одним из последних, является таким подмножеством киберметрии и в основном занимается изучением параметров веб-пространства. Если киберметрия вообще всех электронных документов, то вебометрия в основном ориентируется на веб-пространство и выявление в этом пространстве различных профилей, структур информационных. И если в библиометрии источник изучения – это сам научный журнал, например, или публикация, то вебометрия – это изучение сайтов или веб-страниц. И многие понятия, которые сформировались в вебометрии и методов, которые сформировались там, они применимы в той или иной степени к веб-пространству. Например, гиперссылки в определенной мере считаются аналогом цитирования в печатных публикациях. И по аналогии… Да, кстати, еще есть стандарты библиометрии, индексы, введение индексов. В вебометрии они тоже присутствуют, и есть такое понятие, как WIF – Web Impact Factor, который определяется как число ссылок на сайт извне, деленное на количество страниц сайта. Вот тоже появляются уже свои показатели. И самое последнее, наверное, из терминов, который появился – это альтметрия. Ну, с альтметрией мы все, в принципе, знакомы, хотя сам термин введен прямо в 2010 году. Под объектом подразумеваются статьи в журналах, научных сборниках, материалах конференций, видеоматериалы, презентации, высказывания, реплики. Все, что содержит некую совокупность научных доводов, рассуждений, знаний. Вот это все может выступать в качестве объекта исследования. Ну, естественно, в первую очередь это либо в сетевом пространстве, либо в существующей виде электронных документов. И на сегодняшний день существует большое количество уже таких альтметрик. Ну, в принципе, мы все с ними так или иначе сталкиваемся и дело имеем. Например, определение количества читателей, количество просмотров, количество загрузок, число комментариев. А сколько человек полайкало моего зайку? Вот это тоже альтметрика. А какие там лайки поставили? Сколько комментариев на мой пост? Ну, отслеживайте показатели, мы, в общем-то, занимаемся альтметрией. И еще один термин – медиаметрия, который близко, больше относится к вот этой группе. Ой, сейчас попробую нарисовать. Вебометрия, киберметрия, альтметрия. И медиаметрия относится скорее вот туда, ближе по характеру. Это деятельность по сбору, изучению численных и качественных данных медиаканалов и их аудитории. Цель исследования – это эффективность средств массовой информации. То есть это ближе к средствам массовой информации. И изменение количественных и качественных характеристик. Ольга Николаевна, куда я вылетаю? Звук изображения или что? Что вылетает? Вроде я здесь, вроде связь идет. А не, Ольга Николаевна, это надо смотреть по вашему каналу связи. Вроде пока нормально. Да, все, хорошо. Спасибо, коллеги. А то я так немножко настораживаюсь. Новый год, увеличение трафика, все может быть. Не-не-не, все нормально. Если что-то происходит, вы в чат пишите. Лучше среагировать сразу, чем рассказать по вебемара. Потом понять, что тебя никто не слышал и ничего не видели. Мы отвлечемся, это нормально. Ничего страшного. И вот медиаметрия занимается исследованием средств массовой информации и их аудитории. И если рассматривать все вот эти вышеназванные понятия во взаимосвязи, то видно, что инфрометрия – это самый широкий по значению термин, так как он определяет дисциплину, которая занимается измерением количественных характеристик информации. Здесь и наукометрия, и библиометрия. И вот эта связь, образование более тесных связей между двумя группами измерений, направлений, она четко начинает прослеживаться, особенно сейчас, в связи с развитием новых технологий. И вот две группы уже можно так определить, условно, конечно. Вот эта взаимосвязь, кстати, в свое время, в 2004 году, до появления новых терминов, представили Ленард Бьернборн и Петер Ингверсен. Это тот, который определение придумал один из авторов. Вот в своей работе. Вот эта картинка из их работы. Работу здесь ссылку я, опять же, вам привожу. Такие описания в интернете найти можно. Интересная статья, больше она связана с вебометрией и с визуализацией информации. Можно найти в интернете, в открытом поисковике, если набрать, то по названию статьи можно найти. Но, к сожалению, она в англоязычном варианте, поэтому придется переводить. Но, тем не менее, она есть. Они показали взаимосвязь между различными направлениями, и практически все из них используют методы и показатели, присутствующие в библиометрии. То есть это такая, получается, основа основ, которая присутствует во всех других системах измерения и работы с документальным информационным потоком. Хотя медиаизмерения, например, проводились еще и в 20-х годах 20-го века в США, оценивали различные средства массовой информации, в том числе и радио, и телевидение, проводили оценку их аудитории. То есть первые работы начались еще тогда, еще в докомпьютерную эпоху. И практически все эти метрии в ту или иную степень используют методологию библиометрии. Поэтому возвращаемся к истокам. И хотя и считается, что 69-й год, так во всех аналогах записан, Причард вот ввел термин в научный оборот. Термин появился гораздо раньше. 34-й год, Поль Атле впервые упомянул в своей работе трактату «Документация о документах» понятие библиометрия, сформулировав ее как, если коротко сказать, то это система мер, измерения, которые относятся к книге и документу. И вот много новогодних елок назад выходит работа «Поле Атле», где на 13-й, по-моему, странице и дается это определение понятия. И впервые прозвучал термин «библиометрия». Попробую сейчас этот кусочек зачитать, как он звучал в оригинале. «Этот ордер де коннасанс, ля мезюр етин форума суперия до прон де коннасанс. Илья льё до конституэй, и на ансамбль кордонэй ля мезюр релативс, о ливр и о документах, ля библиометрия». Прошу прощения за произношение. 25 лет, наверное, не читал по-французски. «Звучит красиво». Даже самое скучное определение на французском языке – это романтично. поэма. Если перевести на русский, близко к тексту, то это означает примерно следующее. Мера или измерение – это высшая форма, которую принимает знание. существует и существует необходимость в согласованном наборе мер, комплексе мер, измерений, касающихся книги и документа, то есть в библиометрии. Вот тогда это слово прозвучало впервые. Но вообще Поля Атле – это потрясающая личность. Готовясь к вебинару, начала смотреть информацию про него и поняла, что это отдельная песня, это отдельный сюжет. И, наверное, сделаем целую небольшую передачу или небольшой сюжет именно о его деятельности. Это уникальнейший человек, который стоял не столько в УДК вместе с Андрей Лафонтеном. В 1895 году именно он выдвинул идею МБР, Международного библиографического репертуара, который включал бы в себя всю информацию о документах, когда-либо напечатанных в мире. И еще, чтобы можно было по этой информации, эти документы быстро и легко находить. Это же такой прообраз Гугла, фактически. Мало того, не просто выдвинул идею, он начал ее реализовывать. И достаточно успешно реализовывать. И сколько там еще было открытий по оптимизации работы ученого, по поиску документов. Этот знаменитый стол поля Атле – это вообще феноменальная вещь. Он же, кстати, стоял у истоков создания Лиги наций, и ЮНЕСКО, ООН. Многое из того, что потом реализовывалось, это были идеи поля Атле. То есть это отдельная песня, об этом можно говорить целый вебинар. Поэтому сейчас возвращаюсь к библиометрии, но следите за нашими анонсами. Такой передачей уже материал собираем. И есть договоренность с каналом Дистан ТВ, с руководителем этого канала, что, скорее всего, сделаем такой вот видеосюжет про поле Атле и про те разработки, которые он делал и сам, и с Анрилом Фонтеном. Надеюсь, что получится интересно. Ой, нечаянно раскрыла секрет. Ну ладно. 1934 год, определение понятия, возникла вот эта необходимость, и дальше, в 1960-е годы, появляется индекс цитирования, Science Citation Index, знаменитый SCI. Сначала в форме объемных томов, таких увесистых томов, которые дало возможность авторам узнавать, цитировались ли, кем именно, определенные статьи. И многие тогда начали из авторов, из ученых пользоваться тем, чтобы узнать, применялись ли вообще результаты их работ другими исследователями. Ну, это значительно облегчило труд. Но по-настоящему популярная библиометрия становится, начиная с 1997 года, когда Институт научной информации, сегодня это отделение Thomas Reuters, представило возможность увидеть полный отчет о цитировании любого ученого за считанные секунды. Благодаря чему можно мгновенно охарактеризовать, узнать репутацию исследователя, его работ. И этот метод очень высоко ценят грантовые агентства, потому что это значительно упрощает их труд. Не секрет, что многие гранты учитывают вот этот фактор цитируемости, индекс Хирша при выдаче грантов. И вот здесь они, да, действительно помогают это сделать. Но у каждого метода, в том числе и у библиометрического, есть и свои положительные, и свои отрицательные стороны, свои преимущества и недостатки. Вот о них мы сейчас, кстати, и поговорим. Все это, конечно, здорово и замечательно, но библиометрия, она ориентирована на количественные показатели. И выпадает вот то, что является качественной составляющей. К сожалению, ее с помощью библиометрии отследить практически невозможно. Пройдемся по показателям. Зачем вообще нужна библиометрия и зачем нужен вот этот расчет библиометрических показателей? Ну, четыре причины приведены здесь. Зачем и для чего это нужно? В первую очередь, если так посмотреть, то в основном они ориентированы на облегчение работы административно-командного аппарата. Ну, не буду говорить чиновничего. Чиновничие – это скорее те, кто ставит подписи. А вот те, кто анализирует показатели и на основании их принимают решение о поставить галочку в аттестации, не поставить, выдать грант или не выдать. Для них количественные показатели – это, конечно, существенное облегчение их труда. На чем строится вся библиометрия? Есть три кита. Три группы показателей. Индекс цитируемости, индекс Херша, импакт-фактор и вот маленький китенок, индекс оперативности, который рассматривается в совокупности с импакт-фактором. В наукометрии, а мы сейчас будем говорить о показателях библиометрии применительно к более близкой к нам области использования их в наукометрии, так как с индексом Херша, индексом цитируемости все представители профессорско-преподавательских составов вузов имеют самое непосредственное дело. Так вот, в наукометрии используются еще такие показатели, как публикационная активность и цитируемость. Ну, публикационная активность – это количество опубликованных научных работ. Это самый простой и естественный подход к определению, как считается, научного вклада с одной стороны, а с другой стороны, ну, о чем может говорить количество публикаций автора, ну, наверное, только о том, что, простите, он очень хорошо пишет. Сейчас во многих статьях, кстати, стал появляться этот термин в кавычках, иногда без кавычек, писучесть автора. Вот, серьезно говорю, не мной придумано в научных статьях. Да, вот к публикационной активности применяется такое определение. Ну, на самом деле, да. Второй показатель – это цитируемость. Количество ссылок на опубликованные научные труды и индекс цитируемости используется для оценки развития научных направлений. Да, кстати, здесь нужно… Да, ну, вот три кита плюс две дополненные наукометрические вещи. Индекс цитируемости статьи – это количество цитирований на количество публикаций за определенный период времени. Вот формула здесь приведена, достаточно простая вещь, но, опять же, говорит о количестве, но мало что говорит нам о качестве. Про индекс цитируемости. Давайте еще раз вспомним, что индекс цитируемости не равен индексу цитирования. Это два совершенно разных понятия. Индекс цитируемости – это показатель цитируемости. Ой, простите за тавтологию, никуда от этого не избавиться. Это ученые, организации или журнал, а вот индекс цитирования – это сам массив публикаций, это сама вот та база, которая анализируется, которая исследуется и на основании которой вычисляется индекс цитируемости. То есть, если мой, то индекс цитируемости, а если скопус, веб-офф-сайнс и лиринс, вот это индекс цитирования. Это сама база. И индекс цитируемости ученого или автора статей – это полное количество распределенных по годам ссылок на работы, где данный человек фигурирует либо как автор, либо как соавтор. И величина индекса определяется количеством ссылок на этот род или на эту фамилию в других источниках, естественно. Ну, действительно, в самом деле, чем больше сделано ссылок на научную работу, тем, очевиднее, выше интерес к этому человеку, к этому автору и к этой работе. Соответственно, очевидно, признание более высокого качества и его вклад в развитие науки. Преимущество этого индекса – это наглядность, простота определения, простота вычисления. Но, однако, у этого метода есть очень много недостатков, у этого показателя. Для того, чтобы точно определить значимость научных трудов, важно не только количество ссылок на них, но и качество этих ссылок. И индекс цитируемости можно рассчитать с помощью и того же SCI, Web of Science, RIN, Scopus. Но, опять же, здесь есть ряд недостатков. Работа цитируется не как одна и та же, если имеются неточности и ошибки в библиографическом описании. Вот почему мы так много времени говорили и рассматривали и основы составления библиографических описаний и по нашим ГОСТам. И на прошлом вебинаре я давала вам различные ссылки на ресурсы и вспомогательные ресурсы и на генераторы по оформлению публикации в зарубежных изданиях. Если мы неправильно оформляем библиографическое описание, не учитываем особенности требования тех или иных изданий, то мы теряем здесь в индексе цитируемости. Так, вопрос. Свои вопросы мы пишем во вкладке вопросы. Да, Любовь Вениаминовна, коллеги, если возникают какие-то вопросы, лучше их во вкладку «Вопросы», потом просто по ним пройдемся. И еще из них, да, и вот эти методы, методики определения индекса цитируемости, они иногда требуют ручной доработки. Ну, то, с чем мы сталкивались, опять же, когда рассматривали e-library и работу в RINC, помните, непривязанные публикации вручную нужно просматривать, отслеживать и привязывать к себе, иначе они просто не попадают, и индекс цитируемости у нас становится ниже и меньше. И еще из недостатков. Большое число ссылок на научную работу может означать совсем не тот интерес к работе, может означать и негативный интерес, то есть качество работы здесь не отслеживается. Во-вторых, ссылки часто могут быть связаны с требованиями журналов. Давать обзор литературы по тематике статьи, вот это аналитические обзоры, и тут уже воленс-неволенс, но мы вынуждены приводить ссылки на эти работы. Опять же, они ничего не говорят о качестве самих работ. Еще существуют так называемые респектные ссылки, цель которых это обеспечить, повысить шанс на публикацию в статье в данном конкретном журнале. Это ссылки на работы членов редколлегии, на возможных или потенциальных рецензентов, на каких-то значимых людей, например, указать там ссылку на руководителя проекта, который принимает минимальное участие в данном исследовании, либо на чью-то работу из грантодающих организаций. Здесь все понятно. Ясно, что такие ссылки по определению никакого отношения к признанию качества этих работ, самих работ, не имеют, но что делать, приходится их давать. То есть, это тоже является таким недостатком этого показателя. Следующий показатель это индекс Хирша, знакомый нам, который мы уже неоднократно разбирали. Вот пример его расчета. Здесь, опять же, на слайде привожу. Это считается наукометрический показатель, который был разработан Хорхой Хиршем в 2005 году, молодой показатель, но он также является и библиометрическим, потому что использует количественный анализ работ и подсчет количества ссылок. Этот индекс считается количественной характеристикой продуктивности ученого, основан на количестве публикаций и количестве цитирования этих публикаций. Вычисляется на основе распределения цитирования работ данного исследователя и предполагалось, что он даст возможность получать более адекватную оценку научной продуктивности исследователя, чем просто общее количество публикаций или общее количество цитирований. В базах цитирования ВРИНС СКОПС ВПОФ САИНС он рассчитывается автоматически с помощью специальных предложений, но в ручном варианте можно рассчитать вот так, как на слайде показано. Однако данный показатель был раскритикован научной общественностью многих стран. В первую очередь выступили математики и было высказано мнение, что он не обладает теми замечательными прекрасными свойствами, о которых говорит его создатель. И этот показатель не только не обладает полезными свойствами, но и высказываются такие предположения, что он противоречит реальной статистике достижения самих ученых. И вот Фредерик Меркт, профессор технологического федерального института Цюриха, привел такое резкое высказывание, что оценивать проиндекс Хирша, оценивать талант ученого по его импакт-фактору это то же самое, что выбирать дорогое вино по стоимости бутылки. Очень много сейчас появляется статей и очень много сейчас появляется публикаций на тему недостатков индекса Хирша. Их можно найти в открытом доступе и на пару идет очень такая сильная дискуссия сейчас я смотрю все больше и больше на тему действительно эффективности применения данного индекса. Несколько таких статей я вам в самом конце ссылки на них приведу. Там Наталья Альбертовна мы про индекс Хирша сейчас и говорим. И некоторые ссылки на работы авторов я рассматриваю проблемы и недостатки индекса Хирша и ситуации которые в связи с этим складываются в конце вебинара я вам приведу. Одна из таких статей осталась головком к нашему сегодняшнему вебинару так и называется библиометрия оружия массового цитирования и в этой статье французских профессоров Антуанет Малини и Джеффри Боденхаузена французских и швейцарского вот там они очень резко высказались по поводу H-фактора и подобных им даже процитирую такой небольшой кусочек из этой статьи попробую поскольку H-факторы подобные им как правило уделяют больше внимания кричащим работам мода на библиометрию может стать смертельным ударом для скромной но необходимой науки мода на H-фактор распространяется по миру даже быстрее вируса птичьего гриппа действительно это так многие требования журналов к оформлению например статей то что касается заголовков они на самом деле никакого отношения к качеству самой работы не имеют они ориентированы на некую вовлеченность естественно журналы заинтересованы в том чтобы читатели читали и цитировали статьи размещенные в этих журналах поэтому требуется придумывать от авторов придумывать интересные увлекательные вовлекательные заголовки то есть можно говорить о некой моде о неких тенденциях которые в общем-то отсекают часть работ действительно интересных действительно полезных и нужных просто за счет того что они не привлекательны для читателей по заголовкам открыть саму статью и посмотреть это уже как-то стало недоступно что ли и вот они приводят один приводят один в качестве одного примера работы Альберта Аверхаузера известный широкому кругу ученых специалистов в области физики химии и считается что его имя вставлено в аббревиатуру ядерный эффект Аверхаузера упоминается чаще чем имена многих других ученых основополагающая статья его опубликованная в 1953 году была озаглавлена очень скромно поляризации ядер в металлах и если бы данную статью представили на рассмотрение сейчас в какой-либо из научных журналов да может быть даже и в тот же скорее всего ее отклонили бы потому что она не написана по тем канонам и требованиям которые нужны журналу для повышения собственного рейтинга для повышения собственного импакт-фактора ну во-первых попросили бы изменить название на кризисе какое-то более ударное например тысячекратное усиление интенсивности сигналов там ЯМР или парадоксальное нарушение второго начала термодинамики охлаждения ядер посредством нагрева электронного резервуара и вот это вот скорее такой маркетинговый ход который требуется от авторов научных публикаций сейчас при приеме их работ в те или иные издательства и проанализировав работы этого автора авторы этой статьи они дают они дают делают вот такой вывод что именно недостаток такой беззастенчивой рекламы называют ее беззастенчивой но сейчас мы бы сказали это просто маркетинговый ход ответственен за низкий интерес к работе за 56 лет набралось 530 ссылок всего на нее по современным стандартам это катастрофа это провал хотя ученый с мировым именем хотя в аббревиатуру да и в название и на его работах основываются и используют но вот тем не менее вот это вот то самое выбирать вино по цене бутылки Павел Юрьевич нам написал было исследование что короткие названия отзываются большим цитированием да но опять же сейчас идет требование во первых не слишком длинные названия но и не слишком короткие название должно отражать суть научной публикации то есть основная суть должна быть выражена в самом названии и это должно привлекать внимание читателя заставить его прочитать эту статью то есть вот вот это да это сейчас существует следующий так что импакт-фактор во многом даже ну не то чтобы вредит науке но недостатков у него достаточно 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 много опять же он дает представление о количестве но не о качестве много ссылок на работы автора но в этих ссылках эту работу автора ругали либо отзывались о ней в негативном смысле соответственно а индекс хирша у него высокий да его же процитировали в стольких работах можно говорить о признании хотя там наоборот идет развенчивание и говорится об ошибочности подхода но вот качественная составляющая к сожалению здесь выпадает импакт-фактор третий показатель библиометрии который сейчас очень широко тоже используется и на сегодняшний день признано что импакт-фактор это один из формальных критериев по которым можно сопоставлять уровень научных исследований в близких областях знаний импакт-фактор это отношение числа ссылок которые получил журнал в текущем году на статьи опубликованные в этом же журнале за два предыдущих года и отношение к числу статей которые опубликованы были в журнале за этот же период обычно рассчитывается на трехлетнем периоде ну если например рассмотреть импакт-фактор на примере возьмем 2018 год то вот формула выглядит примерно вот так число цитирований на статье на общее количество статьи опубликованных в этом журнале таким образом импакт-фактор является такой мерой определяющей частоту с которой цитируется среднецитируемая статья журнала и на основе импакт-фактора как наукометрического такого критерия можно по формальным признакам сравнивать разные журналы исследовательские группы и он показывает сколько раз в среднем цитируется каждая опубликованная в журнале статья в течение двух последующих лет после выхода ну действительно чем больше ссылок на статьи в журнале тем по-видимому больше интерес читателей к этому изданию ну и соответственно соответственно идет такое есть возможность при выборе что мы собственно говоря и делаем ориентируясь на импакт-фактор выбор издания для своих публикаций иногда нам это дается в качестве требований к публикациям преподавателям очень часто ставятся такие требования опубликовать столько-то статей в журналах с импакт-фактором не ниже такого-то однако импакт-фактор имеет ряд и недостатков как технического так и можно сказать методологического что ли характера число цитирований как и число публикаций не всегда связано с качеством исследования двухлетний интервал в котором учитываются цитирования это все-таки маленький интервал некоторые статьи часто цитируются спустя несколько десятилетий после публикации и для различных областей науки характерна различная частота публикации результата поэтому можно здесь не всегда получить качественные качественные данные соответствующие при расчете импакт-фактора не учитывать следующие виды публикации и здесь интересная вещь возникает вот еще один недостаток импакт-фактора при расчете импакт-фактора вот эти виды публикаций они в знаменатель не они у нас не попадают если мы написали один из этих видов он у нас учитываться не будет однако однако одни всегда учитываются в числителе общее число статей и общее число публикаций в журнале и в результате получается что импакт-фактор это не вполне среднее число ссылок на статью то есть в знаменателе эти виды использовать нельзя но в числителе они присутствовать будут мне кажется это не совсем честно еще один момент двухлетний период да это для некоторых областей науки он малоприемлем это слишком короткий период и опять же здесь возмущаются в первую очередь математики в одной из статей привели такие данные на основе анализа проведенного исследования что около 90% ссылок в математике даются на статьи из журналов имеющих журналов более двухлетней давности и здесь импакт-фактор учитывает только 10% имеющихся ссылок дальше он сильно зависит от научной дисциплины разные традиции цитирования в разных дисциплинах и сравнивать например по импакт-фактору журналы относящиеся к разным дисциплинам тоже делается вывод что не совсем корректно это неустойчивый показатель он может меняться реально от года к году и изменения обычно больше для небольших изданий для небольших журналов у которых объем выборки очень маленький и вот этот нестабильность это еще один минус еще один недостаток импакт-фактор зависит не столько не только и не столько наверное от качества журнала но и от языка издания наибольший импакт-фактор если посмотреть они у англоязычных журналов там все понятно дальше идут испаноязычные франкоязычные и так далее импакт-фактор сильно зависит от типа издания например журналы которые публикуют обзорные статьи они будут получать соответственно вот за счет вот этой вещи числитель и знаменатель у них естественно будет больше гораздо больше ссылок чем другие журналы которые а соответственно и выше импакт-фактор чем другие журналы которые публикуют еще и вот эти разделы которые в учет не попадают и тем не менее именно в соответствии с импакт-фактором происходит и оценивание и качество статьи и дается финансовая поддержка и исследователям и журналам и конечно это тоже не позитивно влияет на развитие и публикационной активности и развитие изданий и ситуация складывается достаточно не очень хорошая появляется много фейковых журналов появляется много фейковых публикаций которые с маркетинговой точки зрения все хорошо и замечательно написано там полная полная ерунда и еще один ай-яй-яй-яй-яй что-то у нас здесь со слайдом сползло ладно тогда тогда за зачитаю очень интересный такой ход опять же можно отнести к недостаткам импакт-фактора по повышению импакт-фактора журнала вот в статье Малинея Бутенхаузена они приводят вот такое описание что нужно сделать если автор хочет увеличить импакт-фактор своего журнала в определенном году например мы хотим поднять свой импакт-фактор нашего журнала в котором мы публикуемся в 2020 году здесь немножко слайд вышел почему-то в PDF сохранилось немножко корейненько я просто зачитаю какие шаги нужно сделать это подразумевает что мы должны опубликовать статью в 2018 причем лучше всего это сделать в начале ее должны обнаружить коллеги друзья конкуренты они должны успеть найти либо интересное применение изложенным подходом приема методом в нашей статье либо придумать свои либо придумать как его улучшить либо развенчать но нужно для этого провести эксперименты описать свои наблюдения направить статью выбранный журнал ими дождаться отзывов рецензентов учесть эти предложения переделать и еще добиться того чтобы статья была принята и опубликована до конца 2019 года и только в этом случае ссылка на нашу работу сыграет в плюс на импакт-фактор нашего журнала и таким образом у коллег есть только 12 14 месяцев для того чтобы всю эту программу действий выполнить и как пишут авторы очень немногие серьезные ученые в состоянии выпустить серьезную статью за такой короткий промежуток времени а повышать надо вот вам пожалуйста одна из причин появления мусорных статей соответственно мусорных журналов но у которых импакт-фактор может значительно весить значительно и там же они кстати описывают очень интересный ход который журналы для повышения собственных импакт-факторов идут на всевозможные ухищрения и вот они описывают такую ситуацию что однажды они получают письмо от исполнительного директора одного из высокорейтинговых журналов в области о том что их статья отвергается не отправляется рецензентом по следующим причинам основным требованием для коротких сообщений в нашем журнале является актуальность и срочность каким образом можно считать вашу статью актуальной если большинство ссылок в ней 30-летней давности на издание 30-летней давности самая свежая из них это 2001 год а речь шла о 2006 или 2007 в чем заключается срочность работа является улучшением известных методик я вижу только незначительное концептуальное продвижение в работе совсем нет свежих ссылок на такие журналы как Science Natural и приводится еще высокорейтингов журналов после этого авторы предприняли необходимые меры предосторожности и обильно свою статью усеяли свежими ссылками на указанные журналы таким образом украшенная статья оказалась в высокорейтинговом журнале и за первый год ее процитировали 4 раза вот вот вам пожалуйста да вот эти вот требования стремления к повышению импакт-фактора который кстати рассчитывается это не всегда корректно вот они приводят к таким вещам чем приходится заниматься автором еще один небольшой показатель маленький китенок который используется наряду с импакт-фактором это индекс оперативности индекс оперативности рассчитывается одновременно с импакт-фактором показывает насколько быстро становится известным в научном мире статьи которые опубликованы в этом журнале расчет индекса основывается на данных за один год и вычисляется как отношение числа полученных журналом в этом году ссылок на статьи опубликованных в нем в этом же году к суммарному числу статей которые вышли в журнале за этот период то есть насколько оперативно насколько быстро читатели находят эти статьи и несколько несколько слов о библиометрических показателях за и против каждый из них имеет свои преимущества и имеет свои недостатки недостатков достаточно много вот когда пытаются применить количественные методы заменяя ими качественные оценки и происходит скорее всего та беда которая сейчас произошла да цитируемость конкретной научной статьи представляет собой ну какую-то меру ее влияние на последующие наверное работы если статья цитируется то она вызывает интерес еще одна интересная статья о которой хочу упомянуть это статья библиометрические показатели и экспертной оценки как оценивать результаты научной деятельности профессора математики вот больше всех кстати против библиометрии высказываются математики судя по публикациям особенно последних лет очень очень сильно недовольны применением этих показателей так вот в своей статье профессора математики Левин Виталий Ильич он приводит очень интересные данные 2007 год доклад английского правительства в котором был намечен переход на использование библиометрических показателей в наукометрических целях правительство намерено заменить метод определения качества научных исследований и в центр внимания новой системы ставились подсчеты а не экспертной оценки и ожидалось что основной индекс качества в этой системе будет библиометрическим подсчет журнальных статей их цитирований и здесь в этом докладе в общем-то была простая мысль научные исследования слишком важны чтобы верить субъективным оценкам а эксперт экспертной оценки они носят оттенок субъективности и подсчеты основанные на публикациях и их цитировании устраняют неясности свойственно этим субъективным оценкам то есть это получение независимого человека результаты которые свободны от ошибок и это позволяет более объективно сравнивать и ранжировать любые составляющие научных исследований статьи авторов учреждений дисциплины журналы и вот этот подход к оценке качества научных исследований где-то с середины двухтысячных годов стал внедряться во многих странах начиная с Великобритании она была одной из первых но вскоре все казалось бы хорошо все замечательно но не прошло и года как научно и общественно забило тревогу опять же инициаторами выступили математики международные математические организации и в 2008 году был опубликован специальный отчет о возможностях использования библиометрических показателей для объективной оценки на качество научных работ и выводы были неутешительные ну во-первых ох а вот здесь выводы у нас хорошо вывелись отлично что страдает от такого применения библиометрии к попытке заменить ей качество экспертных оценок объективность и точность показателей недостаточно корректно и зачастую бывает иллюзорно если использовать неправильно статистические показатели они будут обманывать а это есть и библиометрические показатели являясь разновидностью статистических они исключения здесь не составляют из чего сделали вывод что нередко это приводит к ложной оценке научных исследователей и исследований из-за неверного использования применение только библиометрических показателей основанных на цитирование на количество публикаций это только происходит подмена одного вида субъективных оценок экспертных другим видом субъективной интерпретации смысла публикации их цитирования и третье как и любые статистики библиометрические показатели дают только ограниченную информацию о количественных значениях характеристиках исследуемых объектов и цель изучения любого объекта в том числе и публикации и результатов ученых она заключается не столько в определении характеристик а сколько в понимании происходящих внутри этого объекта процессов и библиометрические показатели этого к сожалению не дают при еще один минус который был выявлен чиновники как правило при оценке исследований склонны ограничиваться минимальным числом а еще лучше одним числом каких-то простейших показателей понятных внятных для них что позволяет упорядочивать все публикации принимать быстрое решение а вот это упорядочение всех научных исследований авторов их вклада на основе только одних библиометрических показателей на основе одних статистических показателей не представляется возможным результативность это не только количество публикаций и цитирования число приглашений участие международных конференциях проведения членства в ряд коллегиях выступления организации конференций да много еще чего но это все не попадает соответственно делаются неправильные выводы традиции публикации и цитирования и в различных дисциплинах и в разных странах и в разных изданиях они различны соответственно сравнивать достижения ученых работающих в различных науках это затрудняет и значительно соответственно открывается простор для злоупотреблений да в отношении и ученых и их исследований и вот после публикации этого отчета во многих странах были пересмотрены отношения к измерению науки с применением библиометрических показаний показателей и было существенно ограничено использование библиометрии в принятии решений которые касаются науки также Великобритания в 13-м по-моему году после обсуждения приняли решение что использование библиометрии в качестве библиометрии в качестве основного метода оценки научной деятельности признано нежелательным и даже был введен запрет и заменено экспертной оценкой но не знаю насколько это помогло здесь мне кажется идет такое шарахание от одной крайности в другую давайте уберем экспертов полностью и экспертную оценку заменим исключительно только статистическими показателями через некоторое время через 7 лет давайте все вернем обратно ну судя по тому что исследования британских ученых и британские ученые уже стали таким именем нарицательным но не сильно это и помогло но тем не менее библиометрические данные разрешили использовать только как вспомогательное средство и только в 11 из 36 имеющихся дисциплин полностью они были запрещены в 25 дисциплинах это все инженерные все гуманитарные науки механика математика и еще ряд и для всех дисциплин было запрещено использовать любые рейтинги журналов в которых опубликованы научные работы в том числе и импакт-фактор при принятии решений касающихся науки аттестации грантов и так далее но на официальном уровне многие страны на этот отчет не среагировали либо его просто не заметили и вот только наверное Великобритания приняла это решение по поводу статьи где можно более подробно посмотреть информацию по плюсам и минусам показателей использования библиометрии то что я вам обещала вот я вам эти статьи сейчас даю одна из них это статья Малине Баденхаузена обе эти статьи можно найти в в открытом доступе специально индекс ДУИ нашла сюда его вставила для того чтобы по индексу ДУИ очень легко сразу и быстро находится есть еще ряд статей ряд публикаций на эту же тему а с недостатками библиометрических показателей используемых в наукой метрии связана и тема фейковых журналов и мусорных публикаций и возникающих с этим проблем так что я думаю эту тему еще будем будем исследовать будем раскрывать и если интересно вы просто поставьте мне плюсик в чат если будет попадаться информация на эту тему то я тогда ее в группу буду выкладывать в том числе у меня вот есть сейчас такая такое желание вот материал который нашелся и при подготовке к вебинару и еще раньше вот как раз по вопросу показателей по вопросу такой достаточно нужной для нас информации я просто хочу составить такой список и тогда просто поделюсь им с вами чтобы нам уже не из третьих уст воспринимать информацию а была бы возможность использовать ее может быть для своих публикаций почему нет то есть ситуация которая на сегодняшний день у нас существует это то о чем говорил в свое время поле атлет возвращаемся опять к истокам возвращаемся к определению и хотя она касалась библиометрии мы так немножко ушли в область наукометрических показателей но они тесно связаны поэтому я думаю что имеет смысл вот это определение понятия все-таки вернуться к нему и отталкиваться от него согласованный комплекс или набор мер касающихся книги и документа ну если рассматривать с точки зрения наукометрии то и ученого и результатов его исследования научных публикаций то есть это некое сочетание должно быть оценки и библиометрических показателей естественно здесь требуется доработка доработка в части того же импакт-фактора того же Хирш мы видим что много нюансов много минусов которые требуют своего устранения и есть над чем поработать и с другой стороны это обязательно должна быть качественная экспертная оценка но опять же здесь мы сталкиваемся с вопросом о суде кто кто будет являться этими экспертами как будет осуществляться сама процедура этой оценки насколько это станет трудоемко и увеличит время редакционного цикла прохождения рукописи до публикации все это тоже имеет конечно же свое значение но сочетание этих методов это единственный на мой взгляд путь которым следует идти потому что метание из крайности в крайность мы не уходим от субъективности если доработать библиометрические показатели да здесь возможно какие-то получать объективные данные но они все-таки должны проверяться экспертами и основное все-таки основное решение основное мнение это все-таки должна быть обязательно экспертная оценка кстати вот ту же самую идею в статье Левина которую я вам сейчас привела в ссылке и ссылка поду и кстати вот там очень интересный подход он не только рассматривает сложившуюся ситуацию как назревание революции почти революционную ну и предлагает свой вариант решения проблемы то есть ходы уже начинают искать ходы и способы разрешения этого конфликта уже начинают предлагаться вот с этой точки зрения с статьей Левина очень рекомендую ознакомиться интересный подход и там достаточно объемная статья это не на полчаса чтение нелегкое чтиво но тем не менее тем не менее это вещь вещь интересная итак коллеги мы с вами добрались до завершения нашего сегодняшнего вебинара так несколько печально может быть получилось да слишком много минусов но что делать нужно подвести итоги в этом году с тем чтобы следующий год идти уже с намерением устранять недочеты минимизировать риски и убирать убирать то что можно убрать информация к размышлению есть о чем думать это можно воспринимать как зону развития есть есть куда развиваться есть о чем писать сейчас пройдемся по вопросам и по чату да так по да что что такое это у меня по по чату нужно выделять в виде отдельных показателей количество без публикации их цитирования так как стала распространенная практика ага Владимир Анатольевич у нас пишет нужно выделять в виде отдельного показателя количество публикаций без авторов их цитирования так как стала распространенная практика взаимного одаривания Кстати, Владимир Анатольевич, в виде отдельного показателя, то, что Вы предлагаете выделять публикации без соавторов и их цитирования, это при подсчете индекса публикационной активности преподавателей сейчас делается. Это через введение различных коэффициентов на различные виды публикации, там выделяются монографии, скопсовские, ваковские статьи, в соавторстве, без соавторов, самоцитирование, взаимоцитирование, это уже выделяется в отдельные графы, и им присваиваются различные коэффициенты, то есть работа такая идет. При том, если говорить о взаимоцитировании или в некоторых изданиях, например, в скопсовских изданиях допускается вообще не более 30% или 33% в требованиях к журналам, я с этим сталкивалась, цитирование на журналы того же региона, к которому относятся журналы, в которые Вы подаете свою статью, то есть если это Россия, то не больше 30%, все остальное должны быть ссылки на зарубежные издания. То есть, видимо, вот такая борьба с взаимоцитированием, она есть, она уже идет. Да, Владимир Анатольевич, согласна по поводу качества статей за бюрократизированность формальных требований. Да, именно в скопсии в App of Science. Кстати, по поводу забюрократизированности требований. Вы знаете, что сама статья Алана Притчерда, ее бы вот того самого основателя, человека, который считается родоначальником термина библиометрии, доведшим его в научный оборот, вот саму эту статью, на которую даются ссылки, ее в современном журнале, того же Скопусовском или в App of Science, в любом журнале, независимо от квартеля, ее бы никогда не опубликовали. Две или три страниц текста по объему уже не проходит. И список библиографий, список источников, очень большое количество, восемь, целых восемь ссылок, целых восемь источников указано. По современным требованиям это бы точно не прошло. Так, что у нас еще? Цитирование, смещающих статьи в открытом доступе. Бесплатно, да, от доступности тоже зависит, соглашусь с вами, Владимир Анатольевич, доступность играет свою роль. Доступность статей, журналов, размещающих статьи, да, в открытом доступе. По вопросам сейчас посмотрю во вкладке «Вопросы». Любовь Вениаминовна, зачем столько индексов? Связано ли это с существованием различных научных школ? Любовь Вениаминовна, индексов много, так как это библиометрия, это подход количественных измерений, поэтому все, что можно померить количественно, все, все меряется. С существованием различных научных школ нет, скорее всего, и не связано. Применительно к нам, например, в наукометрических целях, вот здесь библиометрия, используется, ну, мы посмотрели, не такое уж большое количество индексов. Ну, по крайней мере, есть из чего выбирать. Что на что делится при подсчете индекса 18 слайд? Давайте посмотрим, что там на что делится. 18 слайд, Наталья Альбертовна, здесь ничего ни на что не делится, это неравнозначность, определение понятия индекс цитируемости и индекс цитирования, что это не одно и то же. Хотя иногда путаем. Считаю, что нужно выделять в виде отдельного показателя количество публикаций без авторов и их цитирования. А, да, это уже было, да, Владимир Анатольевич. Выделяют, кстати. Мы про это с вами уже говорили, да, выделяют. Так, и сейчас вернемся обратно в слайдах. Еще посмотрю по вопросам, что у нас здесь. Понятия. Уровень цитируемости публикаций по базе данных ВОЗ от общего количества публикаций за текущий год. Это скорее индекс цитируемости Розидана Ильевна. Уровень цитируемости публикаций по базе данных ВОЗ от общего количества публикаций за текущий год. Здесь нужно уточнять, либо берется база цитирования Web of Science, и на основании ее рассчитывается индекс цитируемости. Да, цитируемые публикации к общему количеству публикаций. Либо это, либо общее количество публикаций везде вообще. Здесь надо просто уточнить, что к чему. Да, я поняла это так. Зачем столько метрии, нет единой стратегии? Любовь и не аминана. Нету. Нету. Вы совершенно правы. Зачем столько метрии, не отражение ли это того факта, что нет единой стратегии в измерении той же производительности научной деятельности? Да. Плюс последние вебометрии, альтметрики и прочие, то, что появилось в последнее время, это скорее связано с развитием технологий и с поиском возможности работы с электронными документами, с электронным информационным потоком, как особой разновидностью. Скорее всего с этим. Что делать в условиях переоценки важности Хирша? Рискну предположить, что надо осваивать технологию увеличения индексов. Ну и бы в Вениамину, по большому счету, хорошо бы пересмотреть подходы к оценке деятельности, до тех же преподавателей, например. Когда при аттестации используются количественные показатели, количество статей, выставляются нормативы по статьям, да сколько статей в журнал ВАК за год должен опубликовать преподаватели. Я уж молчу про заведующих кафедрами доцентов и членов ученых советов. У тех по скупусу вообще грандиозное количество в год. Да, то есть мы, скорее всего, уйдем от этого, если будет пересмотрен подход к оценке деятельности того же профессорско-преподавательского состава, нежели как только опирающиеся на вот эти количественные показатели. А пока, да, ну, Любовь Вианимовна, осваивать технологию увеличения индексов и сокращать время на техническую работу по подготовке публикации, стараться с библиографическими описаниями очень внимательно относиться. Мы про это почему и говорили, что это влияет именно на индекс Хирша и на общий индекс цитируемости. Неправильно указали, все, вам эту работу уже будут считать как две разные или как три разные, или можете не попасть, привязанные и непривязанные публикации, да, все это влияет. Поэтому, да, пока осваивать технологии и думать о том, куда двигаться дальше. Или предлагать, ну и предлагать свои варианты. Почему индекс Хирша... Почему стали критиковать после того, как включили в показатели публикационной активности в России? Почему это не сделать перед тем, как его уводить? Показатели Хирша российских авторов оказались выше, чем предполагалось до его введения. Ну, Владимир Анатольевич, хорошая мысль приходит спустя год после принятия решений, да. Да и, в общем-то, в тех же западных странах, в той же Англии, пока математики не взбунтовались, решение не принималось. Если один из авторов имеет значительно больше публикаций и индекс Хирша у него выше, чем у другого автора с существенно меньшим количеством публикаций, но у этого автора с меньшим числом больше общее количество цитирований. Какой из отмеченных результатов выше? Большее количество публикаций – это еще не выше индекс Хирша. Индекс Хирша – это количество цитирований. Поэтому, если у автора меньшее количество публикаций, но их чаще цитировали, то у него индекс Хирша может оказаться выше, чем у того автора, который написал большее количество публикаций, но их цитировали меньше. Здесь зависит именно от цитирования. Можно писать экстенсивно, но не получать цитирований. Можно писать качественно, хорошо, добротно, и работа будет цитироваться. Тогда индекс Хирша будет выше. Вообще, если говорить о соотношении количества публикаций и цитирований, то здесь учитываются все показатели. Даже в отчетах мы пишем индекс цитирования, это общее количество публикаций, где рассматривается и индекс Хирша. То есть при оценке деятельности тех же преподавателей учитываются разные показатели. И в рельце их можно увидеть. У него Хирша. А, Хирш ниже, но большее общее количество публикаций нет. Исходя из количественных показателей, будет тот, у кого Хирш выше. А тот, у кого Хирш ниже, пишем, галочки ставим. Но выше общее количество цитирований. А, смотря еще где цитировали и как цитировали, и в чем цитировали. Поняла, Владимир Анатольевич. Посмотрите, если вы в рельце посмотрите, то там не все цитирования еще используются для вычисления индекса Хирша. Только те, которые попадают в цитирование в изданиях, которые рецензируются, которые отражаются в этих, индексируются в этих базах. Вот какая еще хитрость. Владимир Анатольевич, если еще вопросы будут, то, пожалуйста, можно и в нашей группе, и можно мне написать. С удовольствием поговорим, ответим, разберемся. Вроде вопросы у нас здесь закончились. Так, и был еще один вопрос. Так, сейчас найду, пожалуй, его. Александр Борисович спрашивает, могли бы вы тезисно подвести итог, какие учебные цели мы достигли, прослушав предложенную информацию. А тема у нас была такая. Библиометрия, основы и введение в тему. Поэтому сегодня мы познакомились с самыми основами. Точно так же, как мы знакомились с основами библиографических описаний, различных стилей оформления библиографических описаний, ссылок, сносок. То есть у нас идет такой вводный, наверное, что ли, вебинар в тематику, введение в проблему. Поэтому мы познакомились сегодня с вами с определениями понятия, посмотрели, какие виды измерений существуют. Да, собственно говоря, вот прошлись по всем тем пяти вопросам, которые были и были изложены в начале вебинара. Итак, коллеги, всем спасибо за сегодняшнее участие, за активную работу. Вижу, что тема у нас очень такая актуальная, судя по количеству вопросов. И хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. И поделиться сейчас вот этой новогодней открыткой, которой в самом начале с нами поделилась Евгения Юрьевна Широкова. К сожалению, открытка у нас уже уползла далеко наверх. Найти ее невозможно, поэтому переадресую. Это поздравительная открытка от Евгении Юрьевны Широковой, нашего сегодняшнего участника вебинара. Вот, в свою очередь, переадресую ее всем сегодняшним участникам. Всех с наступающим! Всем хорошего настроения, новогоднего настроения. Сегодня, завтра у нас с вами еще будет один вебинар, то есть не у меня, а у Любови Вениаминовны. Очень интересная тема, поэтому рекомендую всем не пожалеть времени прийти, послушать и посмотреть. Вообще, вебинары Любови Вениаминовны, это всегда очень интересно, очень полезно и очень информативно. Ну что ж, коллеги, на этом мы тогда сегодня с вами завершаем. Встретимся мы с вами в следующем году уже. И всем хорошего настроения. Павел Юрьевич, решение сегодняшней встречи. Уважаемые коллеги, давайте поблагодарим Татьяну за, как всегда, интересный вебинар. Я напоминаю, что наша с вами работа еще не закончена, мы завтра продолжим. Закончим наш календарный год в Директ Академии вебинаром, посвященным навигации в образовательных платформах. И проведет этот вебинар Любовь Вениаминовна Крашенинникова. В начале нашего чата была ссылка на этот вебинар. Прошу всех, кто интересуется данной темой, завтра прийти. И, можно сказать, уже с бокалом шампанского мы закончим наш учебный год. Прошу прощения, наш календарный год в Директ Академии на вот этой высокой ноте. Всех еще не поздравляю, но уже завтра буду поздравлять всех с Новым годом. Хорошо. Итак, до новых встреч в Директ Академии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok